здравствуйте друзья вы на канале мега покупки на аукционах с вами василий сегодня еще один топ 15 самых дорогих банкнот проданных на аукционе в 2019 году здесь именно те банкноты европы топ банкнот европы которые я продал в 2019 году розыгрыш сегодня такая замечательная банкнота хорватия 1000 куна 1941 год стояние very fine стоимостью около 4 5 долларов розыгрыш у нас проходит только на премьере и в только в чате премьеры писать ответ не под видео в комментариях а в чате премьеры вопрос какая банкнот к банкнот какой страны в этом топе заняла первое место была самая дорогая проданная мною на аукционе даю маленькую подсказку здесь банкноты только европы кроме россии украины и великобритании ну а также кроме британских колоний кто первый напишет тот и победитель кто первый напишет страну писать только один раз один ответ кто напишет два или более будет засчитываться только первый вариант и еще просьба победителю связаться со мной течение недели любым удобным для вас мессенджером вайбр telegram ватсап ну или по электронке есть под каждым видео мои координаты для получения призов первое вернее 15 место югославия королевство сербо-хорваты и словенцев 10 динар 1926 год продано за 760 гривен это было на момент тот момент 29 долларов кстати курс я взял средний закат 25 целых восемь десятых гривны за 1 доллар состояние в рифайн но я вам скажу что даже в таком состоянии найти эту банкноту не так-то просто ну функция наверно будет стоить долларов сто сто пятьдесят дальше испания 5000 песет 1979 год стартовал с одной гривны продано за семьсот девяносто одну гривну или 31 доллар 18 июля состояние также very fine даже сказал very good или даже good здесь вообще надрывчики вижу просматривается сверху и снизу от перегиба вот видно также в вунте она будет стоить думаю около сотни как минимум долларов 5000 песет следующая банкнота дания 100 крон 1970 год стартовала с 1 гривны продано за 852 гривны или 33 доллара 16 мая прошлого года это год назад состояние тоже very fine надрывом нету но слишком помню это тоже редкая банкнота как видите 33 долларов в таком состоянии собрали на ура следующая банкнота германия 50 марок 1980 год 946 гривен 37 долларов раз так с одной гривны тоже состоянии тоже состоянии very fine надрывом не наблюдается продано 15 сентября следующая банкнота дания фарерские острова 50 крон 1994 год старт с одной гривны продано за девятьсот семьдесят тридцать восемь долларов ок состоянии кстати здесь xf аунте написал есть видно здесь легенький перегибчик по центру не наблюдается да по центру перегиба нету смотрите какой водяной знак цепь кольца цепи прикольно не видал только даже не не обратил внимание первый раз когда я продавал смотрите здесь дата пишет апрель 49 на самом деле дата выпуска банкнота 94 год в Дании в том числе и фарерские острова фарерские острова она свою валюту печатает для ожидания этот остров острова 94 вот здесь две эти цифры внутри то есть и в датских кронах также на некоторых есть написано сбоку дата отдельно в большинстве тоже прячется идет серия буква цифра дата цифра буква красивого но то скажите так дальше швейцария 50 франков 1950 год 12 декабря было продано за 1058 гривен 41 доллар с 1 гривен и стартовала состояние конечно жалко я очень печальная походу она даже с кейном было плохо фотографии получилось видно чуть-чуть ну сама по себе красивая банкнота да в функции она конечно будет стоить несколько сотен долларов швейцария следующая банкнота о тоже замечательно это вообще здоровья на банкнота огромнейший чуть не на листа 4 но чуть меньше когда франция тысячи одна тысяча франков 1938 год 1200 гривен 47 долларов на гривне стартовала очень много ставочек было интересная магнота состояние наверно все таки варифай на xf на не тянет смотрю углы до видно хотя перри а есть перегиб от и вдоль и в поперек вот видно здесь поперек если бы только один был перегиб не не пересекались перегибы до 3 перегибов это считается xf но так уже варифайн будем считать но здесь вот осталось такой от листочек от предыдущего владельца написал 120 фунтов стерлингов ну он конечно немного перестарался настолько не стоит разве что функция да может быть он тяна стоит столько я согласен ну видно что не он далеко не он следующая банкнота нидерланды 100 гульдена 1992 год тоже 1200 гривен 47 долларов стартовала с 1 гривны смотрите ответ здесь выдавленные такие вот местами прикольно придумал сова так перегиб у нас есть до состояние принципе xf может быть не как-то так тоже редкая банкнота дальше у нас германия 100 марок 1980 год 1340 гривен 52 доллара старт старт был с одной гривны вот состояние такое печальное very good я бы сказал ну так же функции она будет стоить и по моему там 200 долларов 150 200 австриям 1000 шиллингов 1997 год xf вот эта банкнота была до последний выпуск перед евро до банкнота ушла в москву покупатель из москвы долларов это 66 долларов 1700 гривен стартовала с 1 гривны красивая банкнота есть один перегиб по центру так принципе больше изгиба ничего нету 97 год вена так приближаемся к первому месту еще одна германия 100 марк 1980 год это было продано за 1710 гривен за 66 долларов состояние здесь получше поэтому продано дороже есть надрыв щек но такого грубого надрыва как той было нету видно что бумага в лучшем состоянии вот если сравнить с этой видно здесь так это чуть получше 15 сентября это было продано предыдущие 2 ноября через по сути полтора месяца уже стартовал с 1 гривен следующая у нас идет еще одна германия 5000 марок 1923 год сверху надпечатка 500 миллиардов марок 1888 гривен это у нас было 73 доллара состояние ну как минимум xf перегиба не наблюдается углы конечно видно один уголок не идеально на xf точных церковь смотрите сама по себе от банкнота без вот этих отпечаток разных 500 миллиардов просто 5000 здесь на что тоже 500 миллиардов без этих всех она стоит там буквально может каких-то 20 долларов а вот уже именно с надпечатка она уже стоит большие денег ну как больших как видите я ожидал что будет 200 2000 гривен ну на 5 долларов на 120 гривен 5 долларов дешевле было продано но тоже хорошо хорошо было продано я скажу вот стартовал с 1 гривны 73 доллара неплохо редкий экземпляр у нас я по моему и даже не встречал по крайней мере в таком состоянии точно итак тройка финалистов третье место австрия вот это мне очень понравилось банкнота я вам скажу вообще бомба 50 шиллинга в 1951 год 87 долларов в состоянии xf хотя я бы даже сказал что наверное а он ну там сейчас посмотрим поближе а уголочек видно чуть загнутый такой вот вообще бомба состоянии сама по себе ну вот нравится номерочек неплохой 5 8 2 9 2 8 тоже стартовался на гривны ну да на это я думал не дотянет до такой суммы думал чуть подешевле может долларов пятьдесят шестьдесят будет ну восемьдесят семь это конечно огонь классный банкнота второе место польша гданск нотгель 10000 марок 1923 год почему они таки цену не знаю потому что они в польше очень ценятся вот именно поляки их коллекционирует и это не подымает цену даже взять самый мелкий номинал там 50 фенингов он стоит буквально там может 20 даже 30 долларов вот это у нас получается 89 почти 90 долларов ну я думал будет 100 может даже больше но вот как видно здесь есть надрывчик вот тут вот он сейчас где-то о есть видно вот из-за этого цена чуть не нашла до той что я ожидал но в принципе продалась она неплохо кстати даже купил покупатель из польши с варшавы ну в польше я смотрел я ну тоже бы она больше 100 долларов бы не продалась так что в принципе цена хорошая а так тут вот взять эти миллион пять миллионов марок гданск они там стоят и 200 300 500 долларов за штучку ну конечно состояние там получше и наконец первое место первое место у нас германия третий рейх 1000 марок 1936 год xf 2390 гривен или 93 доллара с 1 гривен был старт тоже замечательная банкнота и состояние тоже радует единственное что вот так надрыва нету вот видно она немножко такая как волнистая почему xf написал углы наверно не острые номер тоже неплохой 8 7 8 8 3 7 ну вот таки вот замечательный топчик 15 банкнот европы если вам было интересно ставьте лайки пишите свои комментарии по поводу этого ролика подготовил еще несколько роликов по великобритании отдельный будет украина россия спасибо за внимание с вами был василий вы на канале мега покупки на аукционах до новых встреч до новых встреч